Первым пунктом для своего визита федеральный министр цифрового развития и связи выбрал Павловский государственный университет телекоммуникации и информатики. Максут Шаддаев встретился со студентами, они задали интересующие вопросы, а после этого будущие айтишники показали свои разработки в технопарке ВУЗа. Университет связи один из ведущих в регионе. Высокий КПА студентов и профессионализм преподавательского состава ставят учебное заведение на достойное место в общероссийском рейтинге. Университет участвует в программе кадры для цифровой экономики. На встрече со студентами Максут Шаддаев заявил, что готов набрать айти-группу из Самарского ВУЗа и взять ребят на практику с последующим трудоустройством. С точки зрения цифровизации региона все хорошо, регион один из лидеров, двигается активно. В этом регионе мы в первом обкатываем модель подключения удаленных малочисленных населенных пунктов и организации там тотального покрытия мобильным интернетом. Порядка 100 населенных пунктов в этом году должны обеспечить мобильным интернетом, в нашем понимании, за этим будущее. Благодаря инициативе региональных властей и поддержке депутата Госдумы Александра Хинштейна университету удалось избежать оптимизации и отстоять свою самостоятельность, когда ВУЗ хотели сделать филиалом одного из столичных учебных учреждений. А значит удалось и сохранить все научно-исследовательские наработки самарских специалистов. Сейчас университет связи подведомствен федеральному министерству. В этом году он получил рекордное количество финансирований. Деньги пойдут на строительство бассейна рядом с корпусом на Московском шоссе и ремонт самого корпуса. На ремонт и модернизацию корпусов ВУЗов выделяется беспрецедентно по масштабу цифра порядка 80 миллионов рублей. Для понимания скажу, что ранее в год не выделялась сумма больше 5 миллионов. И принято решение о строительстве нового студенческого бассейна здесь на Московском шоссе. Для министра составили насыщенную программу в планах показать главные цифровые проекты региона. Например, систему «Безопасный город», которую успешно реализовали в 41 школе. Фотографии всех учеников и работников образовательного учреждения внесены в базу данных. На входе установлены камеры, которые реагируют на лица всех входящих и сопоставляют их с базой. Чужие попасть в школу не смогут. В регионе открылся единый центр компетенции. Он будет вести контроль заявок, работать с обращениями клиентов, вести круглосуточный мониторинг автотранспорта и контролировать маршрут исследования, а также обрабатывать первичную бухгалтерскую документацию в интересах всех территориальных филиалов. Цифровая трансформация всех сфер жизни общества – это общенациональный приоритет развития региона и страны в целом. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет этой сфере особое внимание. Цифровые технологии будут, как нельзя кстати, в преддверии выборов. Хорошо, это важно, что сегодня мы здесь и сегодня все избиратели могут убедиться, как выстраивается эта работа, под каким контролем и как четко она организована. В Самарской области ведется работа по подключению школ, ФАПов и других социальных объектов губернии к высокоскоростному интернету. Многие образовательные учреждения сегодня оборудованы системами видеонаблюдения, а также тревожными кнопками. Меняются и учреждения культуры, библиотеки становятся больше ориентированы на современные технологии, в том числе интернет. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Василий Колдашов. События.